всем привет сегодня на обед я приготовлю фаршированный болгарский перец когда я был маленький мама часто его готовила я его жутко ненавидел и увидя его на грядке у бабушки как он растет я всегда возмущался зачем его посадили лучше бы клубнику со временем вкус у меня поменялись и я понял что насколько может быть вкусно болгарский перец и сегодня я вам покажу как для своих близких готовлю фаршированный болгарский перец первым делом я поставил отвариваться рис буквально 150 грамм да все ингредиенты и количество вы найдете у меня под видео рис у меня уже готов я его просто отбрасываю на сито и оставляю остывать пока рис варился я уже подготовил болгарский перец я просто отрезаю копки делаю надрез сверху вниз и вынимаю все зерна и выбрасываю также я беру для бульона общее количество овощей а это морковь корень сельдерея и лук-порей всего 200 грамм ну и плюс остатки от сладкого болгарского перца также для бульона я возьму буквально 3 лавровых листа 2 гвоздики зерна горчицы белый перец горошком душистый перец можжевеловые ягоды которые я предварительно раздавил и буквально 2 гвоздики если у вас чего-то этого нет то не зацикливайтесь на этом возьмите то что у вас есть в доме так подготавливаю начинку для фаршированного перца я взял один килограмм фарша свинина и говядина сразу поперчу перец вы добавляете сами по самому вкусу 2 чайные ложки соли это примерно 18-20 грамм с учетом того что у нас один килограмм мяса и один килограмм сладкого болгарского перца но чуть чуть меньше то есть это не будет солено это будет нормально и натур сюда 2 зубчика чеснока для людей которые любят лук то возьмите всего 800 грамм фарша от пассируйте 200 грамм лука и добавьте фарш и все у вас будет то же самое вот так как я лук не ем поэтому я ограничусь только чесноком добавляю отваренный рис и все тщательно перемешиваю и фарш у меня готов так и приступаю фаршировать и вот видите как удобно когда сделан разрез удобно фаршировать но если вы привыкли без разреза вы можете делать без разреза я стараюсь просто не усложнять свою жизнь перец я стараюсь брать всегда именно такой остроконечный потому что он наиболее душистый как таковой сладкий красный зеленый или желтый болгарский перец я для этого блюда не беру она я считаю что просто не подходит это блюдо хорошо тем что здесь уже не нужно что-то придумывать то есть не нужно придумать какой-то гарнир тут все уже здесь не нужно соуса так ну и остатки фарша я просто скатывал в такие вот скажем так ежики так мы и отправляюсь плите добавляю в кастрюле много масла кастрюлю для этого количества я взял 5 литровую отправляются за специи и слегка обжариваю не то что обжаривают просто я им дам тепловую обработку чтобы они раскрылись так и отправляю сюда овощи слегка их от пасти руны так ну овощи вот я уже слегка припустил дам немножко белого вина так после того как вино выпарилась я добавляю буквально меньше половины чайной ложечки соли добавляю 50 миллилитров воды что такое 50 миллилитров воды это 7 столовых ложек больше не добавляю вы в конце увидите почему все это перемешиваем и отправляю фаршированный перец разрезом вверх накрываю крышкой и буду тушить ровно один час комфорка у меня из детей возможных включена на троечку время пошло но друзья обратите внимание сколько жидкости у нас находится в кастрюле хотя мы добавили всего 7 столовых ложек жидкости так можно добавить бульону для тех кто любит немного укропа и мой обед готов если вам понравилось это блюдо попробуйте его повторить можете поделиться им с вашими друзьями я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч